добрый вечер дорогие друзья буду варить сыр как я это делаю он налила четыре с половиной литра молока сейчас я его нагрею градусов так 38 под 40 градусник я куда-то засунула буду ртут намерить 37 с половиной раз еще маленький подогреется я возьму потом атакуют фермент порошок сычужный видно не видно надпись уже смылась растерла сычужный животного происхождения не растительного примерно грамм 100 воды я у меня уже срок годности у него заканчивается надо использовать я у таких вот мерных ложечки 0 2 грамма по моему положу штучки 3 ну я хоть уже сюда засыпала размешала так вот он выглядит сейчас я покажу такой тут порошочек не видно порошок порошок такой вот порошочек его 3 ложечки и у такой у меня здесь бка 5 углич закваска я ее положу на четыре с половиной литра но ложечки две тоже разложу честно молоко нагреется я покажу как я это буду делать так вот она эта закваска одну ложечку я уже высыпала сейчас вторую даку прям поверху распорошу вот это вот все делаю но постоит у меня минут двадцать чтобы он разошелся и как он разойдется вот эта закваска я ее перемешаю потом то сыворотку мой сычужный фермент ждем ну вот закваска разошлась сейчас я залью сюда сычужный фермент и хорошо перемешаем яму так так вот я перемешаю и она будет сейчас стоять у меня пока не образуются сгусток но я буду приходить и иногда смотреть как образуется сгусток начнем резать так ну вот хорошо перемешали думаю хорошо перемешалось все закроем крышкой будет она стоять пока не загустеет не образуется сгусток потом продолжим вот такой сгусток образовался который я говорила вот так он прям туго режется вот она вода отходит сейчас я его так порежу на кубики на очень мелкие прямо из крошка камеру поставлю и прямо так вот изрежу кусочки такие тянущиеся все вы мешаем порежем небольшие куски и и а и Субтитры сделал DimaTorzok Так вот, прям, чтобы мелко-мелко было. Чем мельче, тем лучше. Большой вывалился кусочек. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой вот у меня есть. Ну, так не видно. Потом покажу. Оно стечёт всё. Вся сыворотка лишняя стечёт. И поставлю в духовку где-нибудь минут на 30 при температуре 40 градусов, чтобы она у меня там прогрелась. И всё будет вкусно, натурально, главное, из натурального молока. Молоко я покупаю. Молоко я покупаю. Своих кост сейчас у меня нет. По обстоятельствам кое-каким здоровья моего. Вот так я делала с козьего молока. А потом я из сыворотки вот этой ещё сделаю рикотту. Чтоб добро не пропадало. И по идее вот с этой сыворотки, что после рикотты, можно будет сделать... Брюност, или как он там правильно называется, сыр. В канаде сыворотки много, тут мало будет совсем. Я делала, мне очень понравилось. Так. 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 вот в таком духе прорезали все сейчас это постоит маленечко осядет зерно отстоится лишняя влага снова выйдет вот так сейчас я это помешаю чуть-чуть и выложу брюшлаг вот так я его переложила сейчас он стекет маленько брюшлаг постоит я его переверну еще маленько постоит и потом поставлю в духовку сейчас пусть пока стоит стекает солнце отсвечивать ничего не видно вот такой вот он получился его перевернула с рисуночком оставим его на противень поставлю его в духовку сырочек наш минут на 15 с одной стороны и минут на 15 с другой стороны можешь побольше где-то так температура у меня по 100 градусов показывать ну примерно 40 50 градусов я поставлю ничего не расплавится зато он прогреется все оставлю вот он у нас прогрелся с одной стороны и с другой вот такой получился сейчас мы его взвесим сколько у нас из 4 805 грамм хороший урожай сейчас я беру пакетик целлофановый и ложу его туда как я саду кто-то в рассоле кто-то как я вот так беру пакет и с обоих сторон солью посыпаем просто вот так с одной стороны и с другой стороны и с другой стороны на глаз посыпала щепотку с одной стороны перевернула щепотку с другой и все я оставляю до завтра садится все всем пока пока до скорых встреч заходите на мой канал подписывайтесь ставьте лайк